Было очень красиво. Тут у нас паровозики ездили, детки возили тут. Они прям бедные, даже экономили денежки, чтобы покататься. Пять копеек раньше стоило, чтобы прокатиться до самого центра. У этой заросшей и местами едва различимой в траве тропинки богатая история. Когда-то жизнь здесь действительно кипела. На спортплощадках занимались дети, прогуливались взрослые, работали аттракционы. А в 90-е путь вдоль реки Чла пришел в запустение. Зарос травой и, что еще, печальнее мусором. Прекрасная живописная тропинка. Пройдясь по ней, можно попасть в самый центр города Михайловска. О том, чтобы это место снова стало парковой зоной, мечтали многие жители этого города. И вот работы, наконец, начались. В рамках общероссийской акции по очистке русел рек приступили к работам и на БАМе. Так Михайловцы называют этот путь. Почему, понять можно только узнав историю места. Детскую автомобильную дорогу, по которой ездил импровизированный поезд и машинки, жители города в шутку называли маленьким прообразом Байкала-Амурской магистрали. 12 июня у нас День России. Это наш такой светлый праздник, Новая Россия. Ну а какой можно дать лучший подарок нашему городу, как не поработать над его благоустройством. Вот и администрация города Михайловска, все мупы, которые относятся к нашей администрации, все предприятия, которые нас поддержали, их немало. Ну и просто горожане вышли чистить БАМ. То есть мы начинаем, я думаю, что двух-трехлетнюю программу по восстановлению БАМа. Инициировали субботник в администрации города. Десяткам работников муниципальных предприятий Михайловска присоединились и местные жители. Я услышал в сутки, что будет проводиться общегородской субботник на БАМе. То есть я помню, как эта территория была еще очень пригодна для отдыха и с удовольствием откликнулся. Позвали всех, дали клич. Михайловский Вести у нас выпустила газету, чтобы все люди участвовали в этой субботнике. Администрация, моя улица, все люди отозвались и кто смог, пришли. А чтобы труд был более продуктивным, власти Михайловска обеспечили людей тяжелой техникой. Мусор, который не было видно из-за густых зарослей, сгружали тракторами, а вывозили камазами. Когда начали обкашивать кусты, поросль, там завалено было мусором. Сначала изначально планировали прочистить дорожку для прогулок, чтобы люди могли спокойно гулять, очистить футбольное поле для детворы. Но потом столкнулись с тем, что дорожку нужно расширять. И при вырубке кустов очень много бытового мусора, покрышек, пакетов с мусором и так далее. То есть люди превратили место хорошее, экологически чистое, по большому счету, в свалку. Шесть полных фур бытового мусора и спиленных деревьев уже отправились на свалку. Еще где-то четыре предстоит собрать, говорят, михайловцы, приводящие в порядок территорию около реки. Ведь работы тут продолжатся. Полина Горина, Николай Попов, Ставропольское телевидение.